Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Всем хорошего вечера или дня. У нас вечер. Я сегодня, вчера простерилизовала банки. Вот, уже у меня всё было готово. До этого заготовила я также укропчик, вишню. Листочки сорвала заранее, самородины листочки сорвала. Всё у меня на ходу. Чеснок вчера почистила. Оставалось только порезать сегодня. Всё сегодня у меня уже на ходу. Банки также были простерилизованы, я говорю, вчера всё. Сегодня рецепт очень простой, но также неизвестный. Потому что не многие им пользуются. Этот рецепт мне достался от свекрови. Просто-напросто. Она меня научила этому рецепту. Здесь очень просто. Ложка соли, две ложки сахара и две ложки столовых тоже. Вот такого варенья. Чёрная самородина. Вот такие. Очень вкусные, очень рассол, вкусные помидоры. Баночки трёхлитровые уходили в раз. Не застаивались ни в холодильник, ни на столе. Улетали в лёд. Поэтому я сейчас всё покажу. Ну, также уксус добавляется, также у нас аспирин добавляется. Вот. Я вниз положила листы самородины, лист вишни, дальше укроп, гвоздичка две штучки, душистый перчик четыре штучки и чёрного перчика четыре штучки. Вот. Всё это, как всегда. И добавила также ложечку вот такую десертную. У меня сушёный хрен. Но в то время я положила листы хрена вниз. Просто я сегодня устала, была на огороде и не пошла за хреном, за листами. Не нарезала. Вот. А вчера забыла. А у меня есть сушёный. И я положила в каждую баночку вот так, по такому сушёному хрену. В каждую баночку. Так что вот такой рецепт. Очень простой. Но я, с одной стороны, очень вкусный. И немногие знают, что самородиновое варенье очень придаёт косовые качества. Невозможные какие, вкусные. Вы, девчонки, если кто-то будет делать, попробуйте. И тогда мне напишите в комментариях на ютубе, что действительно очень вкусно. Может, кому-то не понравится. Но вот этот рецепт, который я делала, моя семья, в лёд съедали и помидоры, и рассол. Уходил сразу. Итак, я залила 4 баночки. Вот они. Раз, два, три, четыре. Горячий кипятком. Они стоят у нас 5 минут. Прогреваются. Потом мы выливаем воду опять в кастрюльку. На 4 банки мы добавляем соль и сахар. На одну банку идёт ложка соли, 2 сахара. И я уже сказала вам, дорогие друзья мои, подписчики, вот такие 2 ложечки смородины чёрной варенья. Вот она у меня. Когда она будет доходить до кипятиться, я ещё попробую обязательно сам рассол. Какой он. Если мне не понравится, будет немножко солноватый. Вот. Я добавлю ещё сахара. Вот так. Потому что я обязательно пробую рассол. Даже если это рецепт. Никогда не доверяю я рецептам. Хоть он уже этот проверенный рецепт, но дело не в рецепте, а в сахаренности сахара. Вот и всё. Понимаете? Можно от одного производителя положить ложку сахара, а от другого две. И чай будет не сладкий. Так и здесь. Так что обязательно пробуйте. Это для вас, милые хозяйки, дорогие мои. Чтобы вы это знали. Каждую банку я вложу по две тожелки аспирина. По полторы ложки столовых уксуса. Девяти процентного. Вот так. вот такая ложечка не не полные не больше полторы ложки не больше такой у нас стал видите красивый до рассол я его попробовал мне он понравился здесь вот видите у меня хрен плавает плавает которые сухой молотый вот и добавляла место зеленого листа от хрена сейчас он закипит и мы будем заливать баночки это мне от от самородины а2 на каждую баночку помимо того что я говорила уже ложка соли две ложки сахара и 2 столовых также ложки варенье черного самородины такой красивый он у нас получается вот такой красивый у нас получается сейчас я пониже опущу видите вот такой красивый он баночки получается у нас а я продолжаю заливать у меня такой железный ковш очень хорошо это ковш уже сто лет достался по наследию он очень удобный еще куплен при союзе вот этот ковш как видите да мы заливаем и закручиваем это вот это вот вот эта баночка у меня закручивается сейчас я сразу завинчу а те надо ключ вот так мы ее закрыли вот так и так вот такие у нас красивые баночки получились как компот правда вот такие красивые так что если кому-то понравился этот рецепт делайте девчонки можете одну баночку сделать понравится будете делать мне он нравится так что будьте здоровы спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал я жду вас в гости на своем канале подписывайтесь счастливого пишите комментарии ставьте лайки анти лайки я всегда отвечаю на все вопросы пожалуйста в ю тубе не в соцсетях еще раз прошу пишите в сотни в соцсетях а в ю тубе спасибо за понимание все счастливого будьте здоровы спасибо за просмотр